Привет, Земля! Утечка воздуха из российской части МКС выросла Утечка происходит в переходном отсеке, который соединяет модуль со стыковочным узлом и протекает с сентября 2019 года. Несмотря на годы расследования, основная причина утечки остается неизвестной. Скорость утечки увеличилась с менее чем 1 фунта атмосферы в день февраля этого года до 2,4 фунтов в день, а в апреле эта скорость увеличилась до 3,7 фунтов в день. План по снижению риска заключается в том, чтобы держать люк на модуле «Звезда», ведущий в переходной отсек, закрытым. В конечном итоге, если утечка усилится, то этот люк, возможно, придется закрыть навсегда, сократив количество российских стыковочных узлов на космической станции с 4 до 3. Сейчас НАСА рассматривает будущее космической станции. Американское космическое агентство и Россия договорились о продолжении эксплуатации станции до 2028 года, и НАСА выразило желание продлить операции на МКС до 2030 года. Однако соглашение еще не было окончательно оформлено. После того, как станция достигнет конца своего жизненного цикла, НАСА намерено перенести свою деятельность на низкой околоземной орбите на частные космические станции. Однако существует общая неопределенность относительно того, будут ли готовы к 2030 году какие-либо частные операторы космических станций. Другим потенциальным вариантом НАСА является продление срока службы космической станции после 2030 года, но это потребует большой работы и еще одного соглашения о продлении с Россией, чтобы структура космической станции оставалась жизнеспособной. Продление срока службы МКС после 2030 года потребует значительного финансирования для эксплуатации и обслуживания станции, принятия повышенного риска, вытекающего из ее компонентов и стареющих конструкций, а также заверений в постоянной поддержке со стороны международных партнеров НАСА. Еще больше осложняет ситуацию вероятность того, что НАСА может и дальше сталкиваться с неизменным или сокращенным бюджетом, инфляцией и проблемами с цепочкой поставок. Китай представил скафандр для будущих пилотируемых миссий на Луну. Скафандр разрабатывается как один из элементов цели Китая по высадке на Луну до 2030 года. Китай также в настоящее время работает над новой ракетой-носителем Long March 10, космическим аппаратом для дальнего космоса и посадочным модулем для экипажа для этой миссии, а также разрабатывается марсоход для экипажа. Скафандр имеет ткань, которая защищает от суровой термической среды и лунной пыли. Шлем оснащен панорамным антибликовым забралом и отдельными длиннофокусными и короткофокусными камерами. Многофункциональная интегрированная консоль управления находится на груди. Внешний вид скафандра также несет в себе элементы китайской культуры. Красные полосы на его верхних секциях вдохновлены лентами знаменитых летающих «Апсарь» дуньхуаньского искусства. Было заявлено, что общий дизайн будет опираться на стиль традиционных китайских доспехов. В отличие от китайского скафандра «Фей Тяньева», используемого на низкой околоземной орбите, лунный скафандр разработан таким образом, чтобы быть легким, отвечая требованиям деятельности в условиях низкой гравитации. Он позволяет выполнять приседания и наклоны. Костюм был создан для работы в различных суровых условиях. Сложные факторы окружающей среды включают вакуум и низкую гравитацию, лунную пыль и реголит, сложный рельеф поверхности и экстремально высокие и низкие температуры. Он также должен защищать астронавтов от высокой радиационной среды. Учитывая, что они работают в условиях одной шестой силы тяжести, для снижения метаболической нагрузки на организм человека необходимо значительно уменьшить вес скафандра. Поскольку астронавты будут ходить по поверхности Луны и проводить научно-исследовательскую деятельность, скафандры должны обладать лучшими эргономическими возможностями поддержки, быть меньше и более интегрированными, сказал Ван Чуньхуэй, заместитель главного конструктора систем подготовки астронавтов в Китайском центре исследования и подготовки астронавтов. План Китая предусматривает кратковременное пребывание двух астронавтов на поверхности Луны примерно в течение шести часов. Однако миссия является частью более долгосрочных планов по исследованию Луны. Страна отправит роботизированные миссии на Южный полюс Луны в 2026 и 2028 годах для исследования ресурсов и миссий по использованию ресурсов в качестве предшественника лунной базы. Международная лунная исследовательская станция должна быть построена в 2030-х годах. Рокетлэб построила вторую орбитальную лабораторию для компании Варда Спейс. Компания Рокетлэб завершила постройку и испытания второго космического аппарата Пайонир для компании Варда Спейс Индастрис. Первый подобный аппарат был выведен на околоземную орбиту летом прошлого года и использовался как стенд для экспериментов по производству кристаллов ретонавира, используемого в терапии СПИДа и ВИЧ. Второй аппарат оснащен 120-килограммовой возвращаемой капсулой, которая доставляет результаты экспериментов на Землю, а также служит стендом для испытаний материалов в области гиперзвука. Рюгу растрескался из-за циклов таяния льда и замерзания воды. Планетологи обнаружили в грунте астероида Рюгу трещины и жилы, которые ранее не наблюдались в примитивных метеоритах. Похоже, они возникли при циклах таяния льда и замерзания воды в родительском теле астероида, что подтверждается лабораторными экспериментами. Астероиды в ранней солнечной системе могли сыграть важную роль в доставке на планеты земной группы воды в составе гидротированных минералов и органических соединений. Разнообразие минералов внутри родительских тел астероидов могло возникать при взаимодействии талой воды и первичных минералов, возникших в протосолнечной туманности, что приводило к формированию филосиликатов, магнетита, сульфидов и карбонатов. Однако не до конца ясно, как протекали такие процессы и на каких расстояниях от Солнца возникали разные типы примитивных астероидов. Группа планетологов во главе с Мэтью Дженджем из Имперского колледжа Лондона опубликовала новые результаты лабораторных исследований грунта околоземного астероида Рюгу, который доставила на Землю японская станция Хаябуса-2. Они работали с полированными срезами частицы грунта А0180, которую изучали методами рентгеновской микротомографии и сканирующей электронной микроскопии. Ученые обнаружили в образце трещины и жилы, которые занимают небольшой объем и наблюдаются в мелкозернистой матрице с преобладанием филосиликатов, которая также содержит магнетит, сульфиды и доломит. Исследователи предположили, что и жилы, и трещины образовались по схожему сценарию в результате сжатия и растяжения материала под действием циклов таяния льда и замерзания воды в диапазоне от 0 до 20 градусов Цельсия. Затем в них осаждались минералы, возникающие с участием талой воды. Эта идея подтверждается морфологией трещин, наблюдающихся в экспериментах по замораживанию и оттаиванию образца глины, содержащего зерно льда, и в родительском теле астероида возникает из-за температурных колебаний, связанных с транспортом тепла. Предполагается, что такие процессы могут помогать постепенно растрескиваться углеродистым астероидом размером до 300 килограммов в диаметре, а также отвечают за транспорт воды внутри астероида. Вы прослушали новости науки и космоса. На связи была студия подкаста Фред Барн. Подписывайтесь на нас и помните, что информационная вселенная бесконечна. Субтитры создавал DimaTorzok